Приветствую, друзья! С вами Санислав Орехов. Сегодня у нас на разборе карточка компании. Дело в том, что я рассказываю о том, как поставщикам понравится дизайнерам и поставщики по моим рекомендациям, по нашей книге, энциклопедии, дизайн и комплектации. Здесь есть специальные главы. Шестая и седьмая, как упаковать себя и рассказать о себе так, чтобы дизайнеру было интересно, ну и клиенту любому. Делают материалы и присылают мне на разбор. Вот сегодня буду делать один из разборов и буду давать рекомендации. Сразу скажу, вижу его в первый раз, вот поэтому смотрю его как дизайнер. Первая климатическая компания. Наш сегодняшний разбор. Кондиционирование, вентиляция, пылеудаление, очистка воды, просуночное увлажнение. Ну, много интересных, понятных или непонятных слов. Давайте посмотрим, что дальше. Карточка компания. Как мы называемся? Первой климатической компанией занимаемся организациями климата в домах, квартирах и офисах на основе оборудования и комплектующих в европейской производстве. Я являюсь специальным дилером ведущих брендов вентиляции, увлажнение, пылеудаление и кондиционирование. Находимся в Неверненовгороде, работаем в радиусе плюс-минус 500 километров. Давайте сразу же посмотрим, что здесь хорошо, что здесь плохо. Ну, начнем с того, что для того, чтобы... Зачем мне знать, как вы называетесь? Это не ключевая задача мне знать. Мне нужно знать, чем мне полезно. И когда я хочу почитать о ком-то, да, я, скорее всего, ищу себе какую-то климатическую компанию. Наверное, у меня есть какая-то задача, я же не просто так ради интереса и развлечения читаю эту карточку. Наверное, у меня что-то нужно сделать. Например, климатическое оборудование, либо микроклимат в доме. То есть, скорее всего, первое, я должен знать, что это такое, да. Второе, я уже ищу примерно тех, кто это может делать. Здесь вы пишете, что вы этим занимаетесь. Здесь в квартирах, домах, офисах, оборудовании европейского производства являются официальным дилерами. Ну, во-первых, что такое европейское производство непонятно. Что значит официальными дилерами? Что мне с того? То есть, что это значит? Вы не расшифровали, это нужно показывать. Ведущих брендов. Какие бренды ведущие, какие не ведущие? Я могу этого не знать. Вентиляция, увлажнение, пылеудаление и кондиционирование. Что здесь лучше всего сделать? То есть, не как мы называемся, ну, первая климатическая компания, это и так будет понятно. Первая климатическая компания. Название, если вы хотите его поместить, поместите. Но дальше нужно указывать в самом начале, какую пользу вы несете. В чем суть вашей услуги? А суть вашей услуги в том, что организуете микроклимат в домах и квартирах, офисах. Вот, в принципе, и это то, что вы делаете. Что такое микроклимат? Это нужно объяснить. Например, когда воздух зимой не сухой, а правильной влажности, то есть, вам легко дышится. Второе, пыли нет, она там оседает, либо не поступает. Это значит, там какая-то фильтрация стоит, да? И третье, что у вас вентиляция, воздуха достаточно и ни у кого голова не кружится. Вот, что вы делаете. Это конкретную пользу, которую вы несете. И я бы начинал описание того, что вы делаете, не с того, как вы называетесь и с какими брендами вы работаете, а с пользой, которую вы несете. В первой, обязательно, странице, в первом экране нужно показать финальную выгоду вашего потенциального клиента, то есть, то, что он хочет добиться. Он не хочет работать с официальными дилерами, не хочет ведущих брендов. Он хочет, чтобы у него микроклимат в помещении был качественный, чтобы ему тупо дышалось хорошо. Хорошо, если все это дело перефразировать, можно сказать, что вам будет дышаться хорошо в вашем интерьере. Вот, что нужно нести. Это должно быть большими буквами в заглавных титрах на главной странице, и именно это должен захотеть клиент. Клиент должен сказать, да, я это хочу, мне это ценно, мне это интересно. А дальше уже вы пишете, как вы этого добиваетесь, путем того, что вы официальный дилер, путем того, что вы ведущие бренды, что у вас есть четыре категории, это вентиляция, увлажнение, удаление и кондиционирование. Это уже детали, но начинать нужно с чего-то главного, с чего-то основного. Если посмотреть на это дело, ну вот как с организационной точки зрения, то я бы вот здесь вот сделал, что мы делаем, чтобы вам дышалось хорошо, а потом уже как, за счет чего, все остальное, уже бы были какие-то дополнительные, какие-то опции. То есть вот примерно так. Я не говорю, что графически так надо показать, я говорю, что смысловая идея, она должна быть вот такая, один. И остальное уже должно быть под категориями. Надеюсь, это понятно. Поэтому вот первый экран он, соответственно, не захватил, ну непонятно и не ясно. Сейчас я говорю о рекомендации, если вы уже делаете лендинг, либо если вы уже делаете, ну какое-то описание конкретное. В том случае, если это карточка компании для того, чтобы, ну как бы дизайнер понял, либо кто-то понял, да, чем вы занимаетесь, то в данном случае такая жесткая детализация именно по иерархии, она как бы не обязательно, да, можно оставить как есть, но что здесь плохо тогда, как сейчас? Сейчас нужно убрать или уточнить все непонятные слова. То есть зачем пишется европейское производство непонятно, официальный дилер непонятно, то есть что мне с того, ведущие бренды, какие бренды ведущие, какие не ведущие. Вот я бы просто тогда написал, что у вас здесь важные цены. Вентиляция, увлажнение, пылеудаление и кондиционирование в доме и офисе. В принципе, этого достаточно. Все остальное это просто лишняя информация, оно не нужно, не несет никакого смысла. Дальше. Наша специализация, направление, уровень любви. Что такое уровень любви? Это какая-то ваша внутренняя история, мне она непонятна, ну до конца. Это наш флагман централизированной системы форсуночного уплажнения AirVet. Централизированная система вентиляции, воздухораспределения. Немецкие системы. Здесь идет какая-то внутренняя история, вы описываете все ваши продукты. Пока ваши продукты целиком не нужны. Почему? Потому что непонятно, собственно, какой продукт мне нужен. То есть у меня сейчас цель какая понять. Ну то есть понятно, что в качестве темы карточки компании это может быть подойдет. Для общего описания, если вы отдаете это таргетологам, например, да. Но для продажи эта штука не подойдет. Для продажи нужно выбрать какой-то один сегмент и с ним работать. Для общего описания, да, хорошо, тогда это может быть. Вот у вас четыре есть разных темы. Как они написаны, это уже другой вопрос. Допустим, давайте возьмем на вскидку любую немецкие системы заставленного пылеудаления Blizzard. Встроенные без акклисоса. Ну хорошо, мне в принципе ни о чем это не говорит. И только эта система является отдельной карточкой продукты, которую нужно будет расписывать. То есть это нужно будет делать отдельно. О том, почему клиент будет признательна, если вы предложите систему кондиционера, читайте приложение. Здесь уже идет как будто я должен все это дело понять. Здесь в чем проблема карточки, что она претендует на то, чтобы... На две сразу функции. Первая функция это описать, что вы делаете. Первая тема это описать все, что вы делаете. А вторая тема это то, что презентовать идею с презентацией каждого вашего продукта. Вместе эта история, к сожалению, не будет работать. Нужно делать это по отдельности. О том, почему будет клиент признателен. То есть вы здесь сразу же пытаетесь еще рассказать, почему вам нужно клиенту быть признателен. То есть какой-то клиент еще появляется, и кто-то как будто это читает. То есть нужно делать либо продающую историю, тогда нужно делить каждую эту часть на отдельную категорию. Второе, либо делать описание для, допустим, таргетологов, маркетологов. Тогда да, это можно делать все. Но тогда вот эта надпись не нужна. То есть эта карточка компании как будто решает две задачи, но в итоге не решает ни одну хорошо. Третье, уникальность. Мы выбираем наилучшее оборудование, за которое вам, как дизайнер, будет гораздо перед клиентом. Что гораздо перед клиентом? Проще будет или что? Не стыдно? Непонятно, как вы это докажете. То есть хочется узнать, а как вы, ну то есть как я могу вам верить? Почему именно так? Ну то есть на заборе может кто угодно написать. Мы следим за качеством и сроком. Может быть звучит банально. Ну да, звучит банально. Но по итогу важно. Ну конечно важно, следим с пристрастием сотрудники проходят обязательно обучение, периодически дают экзамены. Вот чтобы вот это все доказать, вот эта вот уникальность, то есть наверное все так и есть. Но чтобы я в это поверил, что мне нужно? Мы выбираем наилучшее оборудование. Как это доказать? Для этого мне нужно знать, какое оборудование наилучшее, какое не самое лучшее. Логично. Вот я как бы этого пока не понимаю. Соответственно мне здесь нужна какая-то статья, например, смотри как выбрать оборудование, как выбрать качественное правильное оборудование, ну как бы нам, за которые вам, как дизайнеру, будет гораздо перед клиентом, что не стыдно, наверное, будет перед клиентом, ну окей, а как мне понять, стыдно мне будет или не стыдно. То есть какая-то абстрактная такая история, непонятная, как будто нужно будет еще пример какой-то приводить. Вот это вот очень сложно написать. Как это можно заменить? Заменить это можно каким-то примером. Как мы выбрали оборудование за 500 тысяч рублей на дом 300 метров? Фантазирую, не знаю, какие там истории, типа смотри кейс-пример. Вот если будет такая тут ссылка, то да, это будет работать. Все остальное, ну как бы непонятная история. Мы следим за качеством и сроками. Может быть звучит банально? Да. Как вы следите за качеством и за историей? То есть тоже нужно как-то описание. Может быть в этом же кейсе показать, как вы следили за качеством, что вы делали, когда качество не срабатывало, как ваше качество было хорошим, как оно нехорошим было, что вы делали, чтобы исправить его. Непонятно. Тоже в этой же истории можно. Мы работаем по проектам. Проект изготавливаем квалифицированный инженер. У ВИК. Что за квалифицированный? Что за проект? Наверное, надо его показать, если он у вас есть, этот проект. И объяснить его ценность. То есть смотри проект, смотри ценность. Может быть это есть, но здесь хочется какую-то ссылку сразу. Про это и понять. Вот этот проект квалифицированный инженер делал, а вот этот неквалифицированный. То есть как-то понять качество квалификации. И если вы показываете, рассказываете для, непонятно, кстати, для дизайнера, либо для клиента, для клиента важно, что проект есть, да, наверное, и его детализацию показать для дизайнера, наверное, тоже важно, что проект есть, его детализация, но еще дизайнеру важно, как вы работаете с дизайнерами, то есть это тогда тоже стоит учесть, если вы это описываете. При заключении договора проект передается клиенту бесплатно. Окей, бесплатно передается. Ну, как бы, бесплатно-то все равно не передается, передается все равно как-то за деньги, скорее всего, это входит в проект. Вот, поэтому все, что бесплатно, это звучит как, ну, немножко для людей, понимающих, как бесплатные, так, в мышеловке. То есть, я думаю, что, опять же, для кого вы пишете? Если это рекламный материал для клиента финального, который ничего не понимает, якобы, хотя все все понимают, то, наверное, да. Если это для дизайнера, то лучше объяснить механику, что, значит, стоимость вот этого проекта, она включена в стоимость оборудования. Вот, поэтому мы имеем возможность дать ему привилегию и сделать, как бы, без стоимости. Для вас мы сами за это платим, за наши прибыли. Тогда, наверное, имеет смысл. Вот, то, что бесплатно вы пишете, это такое все, как бы, не очень, ну, не очень профессионально. То есть, такое получается больше любительский уровень. Вот, не всегда это хорошо. Лучше избегать тему бесплатно. Работа проводится с сотрудниками по чек-листам. Ну, что за чек-листы, какие чек-листы, как они выглядят, тоже надо понять. Трехступенчатый контроль во время процесса работы при сдаче приемки работ. Сдача работ по чек-листам. Что-то одинаково, по-моему, пятый и шестой пункт, либо он какой-то разный, но в чем разница, я не понимаю сходу. За каждым дизайном клиенту закрепляется менеджер, проектовый и проектный менеджер. И что хочется сказать, вот вы написали, ну, закрепляется, и мне-то что с того. Зачем мне это знать? Что это дает? Напишите мне процесс, да, а результат. Что мне с того? Вот такой вопрос, по каждому пункту. У дизайнера всегда есть личный телефон обоих учредителей. Мы готовы ответить вам в любое время дня. Зачем мне учредители? Мне, наверное, больше телефон нужен менеджер, кто занимается. Либо учредители у вас занимаются менеджментом. Вот это непонятно. Даже если мы будем на шашлыках в Зинзази Баре, обязательно ответим или перезвоним в ближайшее время. Вот это прикольно, хорошо. Но единственное непонятно, что у вас так компания построена, что у вас учредители занимаются оперативной деятельностью. Тоже как-то несерьезно, мне кажется. То есть выгоднее, если у вас работают квалифицированные менеджеры, которые следят за всеми проектами, например. Либо учредители тогда даже и не думают, чтобы ехать на шашлыки в Зинзази Бар, а занимаются моими проектами. Мне нужно либо первое, либо второе. То есть это как прикольно, это интересно, но в жизни, наверное, это не сильно применимо. По максимуму берем на себя ведение проекта и общение с клиентом. При этом вы в курсе всех значимых и по вашему желанию, менее значимых этапов сделки. Вы в курсе. Ну что это? То есть если говоря человеческим языком, то у тебя есть, у вас есть какая-то система, система работы с клиентом. Вы ее презентуете, да, и у вас, ну хорошо, да, наверное, так. Только нужно тогда картинку показать, что это за система, там, в WhatsApp это система или какая-то там специализированная, что за система. Показать ее вживую. Тогда да, хорошо. Мы самостоятельно согласовываем свой календарь и работаем с другими подрядчиками клиента. Тоже хорошо. И что это дает? Это дает нам или вам что-то, что надо написать. Работаем по официальному договору на поиск покупателей, по агентскому, да. Что это мне дает? Это значит, я получу деньги, да, в сроке правильно, да, в правильном объеме. Бесплатные при необходимости. Опять бесплатно, многократно выезжаем на объект для уточнения нюансов. Тоже какая-то спорная позиция, как будто вы за один раз не можете ничего понять и выезжать будете там без бесконечности. Тоже не ясно. Хочется, чтобы вы как-то поняли. Я бы даже не застрял на этом внимании, ну, наверное, да, что остальные платья тоже непонятно, если вы что-то там сами не узнали. Ну, не до конца ясно. Такой пункт немножко странноватый. Для меня. У нас есть образцы продукции, а также мобильный стенд о системе увлажнения. Лучше, чем тысяча слов. Вот лучше, чем тысяча слов, вы бы видео просто записали этого стенда. Я бы посмотрел, как он работает со всеми смыслами. И писать бы, в принципе, не надо было ничего, если такой стенд есть. Мы проводим обучающий семинар для дизайна по продукции, способам донесения и преимуществ до клиента. И где можно посмотреть ваш семинар, что за семинар, надо показать. Смотри тут, вот YouTube. Ссылка, где наш учредитель из Занзибара с шашлыков ведет прямую трансляцию о том, как увлажнить микроклимат в соседней деревне. Это будет интересно. Записал он в сторисах. Подфолио с фотографиями. Фотовентиляция. Ну, фотовентиляция хорошо. Я как не эксперт не могу понять, ну, как бы хорошо тут или плохо. Что я тут, какой я вывод должен из этого всего сделать. Это нормально или нет? Это хорошо уложено или плохо? Что вот это вот за какие-то штучки? Что за хомуты? Это что? На что мне смотреть? На вот эту линию? Либо на вот эту линию? Что это такое за зеленая штука? Очень много непонятного. Что за провод? Что за мужик? Что это такое вообще? Вот это что такое красное? У меня куча вопросов возникает. И самый главный вопрос, на что смотреть? На что мне смотреть здесь? Я ничего не понял. Ну, то есть, какие-то картинки, ну, нормально, лучше, чем ничего. Но нужно подписать. Здесь смотри на наш учредитель или мастер-приемщик, там что-то там ковыряет. Что-то, что-то важное делает, допустим, соединяет какие-то узлы. Здесь вот это вот, например, зелененькое, это показывает экологичность нашей продукции. Ну, я не знаю, что это такое. Вот это вот типа не наше, на это не смотрите, такие хмуты делают там, ну, неправильные ребята. А вот это наше, вот это мы делаем там хорошо. Непонятно вообще, что смотреть, на что обращать внимание, поэтому не ясно. Что это такое? Это теплотрасса какая-то, да? Почему здесь черная, тут не черная, да? Почему другого цвета? Что здесь? Ничего не понимаю. Выводы какие-то. Что вы здесь делали вообще? Это ваше или не ваше? Абсолютно картинки не информативные и не подписаны. Чтобы они работали, то есть сами картинки хороши, показывают, что вы что-то делаете. Но что делать, абсолютно непонятно. Какие-то фотки с авторского надзора. Что это? Почему синяя вот так вот идет? Это что, восьмерка? Это зачем? Тоже надо пояснить. Вот как-то тут вот неаккуратно, по моему мнению, сделано. Это нормально или нет? То же самое, как-то тронновато. Ну, не знаю. Вот это что такое? Тоже не ясно. Красное и черное. На что смотреть? На что обратить внимание? Фото увлажнение. Что за увлажнение? Что за конструкция? Вот. Тут что-то красивое. Там как-то стянуто, сделано. Ну, как бы окей, наверное, да. Хорошо. Что тут? Мне кажется, что вот тоже как-то, наверное, либо это надо оставить как есть, либо все-таки покрасить. Я не знаю, доделано это, не доделано. Хрупкое гнуть. Не ясно. В общем, картинки, да, здорово, что они есть. Нездорово, что они как бы показаны. Я не понимаю, что на что-то смотреть. Вот в чем проблема. Тоже не понимаю, на что смотреть. Фотокондиционирование. Тоже не понимаю, на что смотреть. Самое главное, нет какого-то расчета, где бы у вас проект был показан. Вот. Принцип ценообразования. Давайте посмотрим. Ценообразование зависит от того или иного продукта и от разных факторов. Увлажнение зависит от количества зоны увлажнения резких скачков валют. Ну, хорошо. Количество зоны увлажнения. Например, 4 зоны стоят 300 тысяч рублей, например, я не знаю сколько. Какой? Приведите пример конкретно резких скачков валют. Что такое резкие? Резкие это на 10%, на 5% или на 1%. Покажите конкретику здесь, тогда будет понятно. Например, квартира стумет. Вот, это хорошо. Вариант одной пятизональной системы, холл, 4 спальни, в каждой зоне можно установить свою влажность, стоимость. Вот, отлично. Подключи лучше не использовать, лучше написать, что имеется в виду подключи. Установка, монтаж, оборудование, настройка, что там еще идет. Все, что подключи, лучше прописать в скобочках, потому что подключи это не до конца понятно. Всегда, когда пишут подключи, остается, что вот это не совсем подключи, вот это вот, допустим, мусор не входит в вынос подключ, например, или еще какие-то штуки. Просто напишите, что входит подключ. Посмотрите, в книге у меня эта тема написана детально. 930 тысяч, окей. Ну и хочется как раз фоточку. Вот ту фоточку надо, вот как мы это сделали. Вариант двухзональной системы, оснащенная зонами, стоимость. Ну, непонятно, что за квартира. Пятизональная система для какой-то. А, вот квартира 180 метров. Это и то, и то подходит? Если и то, и то подходят эти разные варианты одного и того же, то надо понять, типа, какая лучше. Почему одна лучше другой, какую мне выбирать? Ну, непонятно. Тоже хочется как-то уточнить. Я бы сделал так вот, чтобы. Пример. Квартира 180 метров. Вот как она выглядит, показать планировку. Вот фоточки, как смонтировали. И вот было два выбора. Выбор номер один. Вариант такой пятиканальной системы. Плюсы пятиканальной системы таковы. Минусы пятиканальной системы таковы. Стоимость такова. Вариант номер два. Двухзональная система. Плюсы двухзональной системы. Минусы двухзональной. В итоге клиент, у него были такие-то задачи, такие-то финансовые возможности. Он выбрал двухзональную, например, систему. И вот как она получилась. Все, мы ее реализовали. Вот у вас пример кейс. Тогда это будет очень ценно, очень прикольно. И самое главное, я смогу применить это так или иначе на себя. И здесь тоже можно, кстати, написать, что если у вас квартира там 100 метров, то цена будет минус 20% или минус 30 примерно. Если у вас коттедж 400 метров, то скорее всего умножьте на 2. Вот как бы то, что будет более-менее понятно. Я такой сориентируюсь сразу. Нормально. Есть у меня миллиончик лишний на 180 метров? Если есть, то да, хорошо. Может быть я думаю, что это будет стоить 2 миллиона, а вы меня сейчас обрадовали и сэкономили. А может быть я думал, что это 100 тысяч стоит. Тогда мне дали ориентир, что пока миллион не накопишь, к вам не обращаться, например. Нормальная тема. Вентиляция. Зависит от курса валют. Так, стоимость. Ну все остальное по такому же типу. То есть нужно взять какой-то готовый проект, его описать и чтобы он получился. Пылеудаление. Все у вас зависит от курса валют. Это по-моему уже обсудили. Все остальное будет то же самое. Мне нравится то, что вы ценники написали, но не до конца понятно, как эти ценники сассоциировать с оборудованием и с системой, которая подойдет мне. То есть мне нужен условный эконом вариант, то есть минимальный пакет стоит 200 тысяч. Например, повесить кондиционеры. Пакет, когда у вас там климат-контроль, да как в автомобиле, там стоит 600 тысяч. Комплект, когда все вообще учтено и увлажнение, и пылеудаление, и вентиляция, там миллион двести. Все, покажите вот так, квартира одна и та же, пакеты разные. И плюсы и минусы каждого пакета. Все будет отлично. Наши контакты. Хорошо, совладелец. Все, у меня прям теперь ощущение, что ребята, совладельцы, мне кажется, фотку вам надо вот здесь. Вот такой прикол пошел, что вы здесь такие под пальмой даже эти шашлыки. И с телефоном отвечаете. Вот это было бы прикольно, интересно. Так, ждем в инстаграм. Собственно, ноу-хау. Маркируем наш оборудование объектов. О, теперь подписали хотя бы. Это надо было подписать выше. Мы в цифрах. На рынке микроклимата в 2011 году. Так, хорошо. Что-то там сделали. Да, откуда клиенты дизайне узнают. Так, хорошо. Как выглядит процесс работы? Дизайнер направляет. Ну, с остальным все в принципе да. То есть я думаю, что тут остальное уже дело техники. То есть мне было уже самое важное. Первые шесть пунктов. По ним я какое-то впечатление либо составляю, либо, значит, оно у меня непонятно. Все остальное это уже уточнение, по которым как сценарий можно создавать дальнейший каркас. Самое главное у вас в начале примерно следующее. Что должно быть? Что мы занимаемся микроклиматом. У нас есть понятная там цена монтажники, инженеры, которые сначала сделают проект, потом доставят и смонтируют. В чем мы отличаемся от остальных? Пам-пам-пам, первое, второе, третье. Как это выглядит? Сколько примерно стоит, чтобы у вас там сюрпризов не было? Так, так, так. Если вы для дизайнеров пишете, что, значит, мы работаем по агентским, по такой-то схеме, для клиентов у нас такие-то там бонусы и услуги. В принципе, вот и все. И кейс, пример, который я показал. В целом неплохо, но не для продажи, скажем, для описания. Что добавить? Обязательно все подписать фоточки. Возможно, фоточки нужно получше сделать. Сейчас они такие, как совсем с телефона выглядят, как с авторского надзора. Но лучше, чем ничего, видно, что работаете, занимаетесь делами. Второе, если хотите все это дело улучшить, то есть сделать так, чтобы можно было передать задание для подрядчиков, чтобы сделать экспертный сайт. То есть для того, чтобы продвигаться, вам нужно несколько сущностей. Первое, нужно экспертный сайт, где просто понятно это все написано для разных категорий клиентов, для дизайнеров и для клиентов. Второе, что вам нужно, это из этого сайта сделать инстаграм-аккаунт, где будет тоже транслироваться те смыслы, которые я сейчас показывал. Третье, вам нужно сделать кейс, какое-то описание от и до, чтобы можно было посмотреть и прикинуть на себя. Ну вот квартиру какую-то, где у вас все разобрано, чтобы было понимание, как на премьере этой квартире будет строиться весь проект. Четвертое, что нужно будет сделать, это, ну если мы говорим для клиентов, это отдельные категории, мы сейчас не обсуждаем. Если для дизайнеров, то нужно сделать, собственно, как с нами работать, некую лендинг-страничку, кнопку контакта, чтобы я захотел с вами поработать. То есть как начать. Для этого вам нужно рекламу сделать определенную, да, например, там 10 ошибок, либо 5 ошибок, которые совершают там дизайнеры при работе, разработке там инженерии, либо которые не дают дизайнеру выглядеть экспертом в глазах клиента, да, вот посмотрите, как мы это делаем. У меня в книге разобран, кстати, кейс, компания холода, полис холода или что-то так называется. Вот там примерно такую штуку, методичку такую можно сделать. На эту методичку можно получать контакты дизайнеров. С помощью этой методички можно сделать презентацию на дизайн-конференции, либо на каком-то другом событии. С этой методичкой можно собирать лиды и дальше уже посылать им что-то полезное. Ну вот примерно так. И дальше можно будет настроить таргетированную рекламу и запуститься. В общем, если вы это дело используете в качестве подогрева и начала работы над большим проектом, то это хорошо. Как самостоятельный продукт карточка компании на данный момент не работает. Потому что компания связана с разными продуктами. У вас, кстати, карточки продукта еще нет. Каждый продукт надо описать. И каждый продукт описать его свойства на кейсе, на примере. Для начала нормально. Первая подача хорошо. Присылайте уточнение, дополнение, если есть необходимость. То есть, если вы компания, поставщик, дизайнер или клиент, мы сможем сделать вам упаковку хорошую, качественную. Вернее, вы сами сможете сделать по моим рекомендациям. Приходите. Для этого у нас есть либо системный клуб, клуб системных дизайнеров, где мы разрабатываем как раз эти упаковки. Либо на индивидуальные занятия, где я вам индивидуально с вами поработаю для того, чтобы составить лично вашу презентацию. Ну, а детали всего этого есть в книге-энциклопедии дизайна и комплектации. Если еще не приобрели, то глава 6, глава 7. К сожалению, просто читать их недостаточно. Нужно присылать, чтобы я разбирал. Если у вас есть что-то на разбор, присылайте. Кто-то платно, кто-то бесплатно получает такие разборы. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok